Плейбой Тюменцев и не только тюменцев Для того, чтобы пообщаться с ними Поиграть в компьютерные игры Игры на приставке И весело провести время благодаря угарным заданиям Сегодня у нас классный гость Я уверен, что беседа с ним вам очень понравится Йоу, мы как всегда в No Problem В самом, на мой взгляд, лучшем киберлаунже нашего города Здесь есть топовое железо Отличная кухня Очень сильно рекомендую вам попробовать ВОК Ты можешь прийти сюда как с компанией друзей, так и один Здесь тебе не будет скучно Ведь есть 30 игровых ПК 3 PlayStation Есть отличные удобные кресла Вот этот вот красный диван Все это в твоем распоряжении Боже, как я скучал по вот этой атмосфере По нашим гостям, по угарным заданиям Вот этого всего мне очень сильно не хватало И сегодня, наконец-то, мы врываемся в новый сезон И как подобает Плейбои наш первый гость Это Заяц Миша Заяц, первый гость Миша Заяц, талантливый техничный MC Он родился в Тюмени, но сейчас живет в Москве Миша закончил журфак МГУ И начал свой творческий путь с первого сольного альбома из 8 треков Альбом собрал более 50 тысяч прослушиваний На нем Заяц демонстрирует пулеметный флоу, бешеные рифмы Неповторимое чувство ритма и дикие длибы Которые удивят даже самого прошаренного любителя хип-хопа Солдат пока внутри только, но ты топи далеко Терпи дураков, их видимо-не-видимо не выдавай Выдуманного фото, которые выдуманы Погутаны, буду блядом, могу думать так об этом Пока только тики, бреди, тихо-тика Эту бреди, гамлетики, недо бреди, людей Говы-то пятих убейте, давайте видимо Миша, салют, брат, рад, видите Присаживайся Я тоже очень рад, Данил, тебя видеть Спасибо, что позвал, мне очень приятно Спасибо, что пришел Только я вообще не умею играть в игры Вообще не умею играть, в смысле реально Поэтому я буду проигрывать каждый раз Это же отлично, когда ты так говоришь Где-то радуется один Данил Патлин Который сегодня сделает 5-0 и посмотрит, как гость выполняет все задания Смотри, значит, играем сегодня в UC4 Есть задания, после каждого боя Есть победитель, проигравший, проигравший Выполняет задания, оно трешовое И можно начинать Сегодня в игре нам будет помогать сверхскоростной роутер От компании Ростелеком Эта модель называется RTX Роутер приоритизирует игровой трафик Но при этом другие члены семьи не останутся без интернета Такой роутер уже есть у ведущих российских киберспортсменов Это Рамзес, 666, Лебва и Алина Ринрин Которые стали амбассадорами интернет-провайдера Ростелеком предлагает целую экосистему сервисов и продуктов для геймеров Это тариф игровой, роутер, который я держу в руках И также облачный гейминг А мы сейчас начнем сражаться Да Так, я не знаю, как бить Так, подожди, вот так, да? Вот так А! Ну, Данил, ты можешь, пожалуйста, нормально себя вести? Ой-ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой Шимаев повержен Отлично Не сказал бы, что это отлично для тебя, потому что у нас есть первое задание, Юлечка, пожалуйста, первое задание В нашей белой красивой коробке Так, пожалуйста, зачитайте, Михаил Космонавт Игрок должен играть 3 минуты вверх ногами Второй раунд, второй раунд будет за мной, друзья, я уже чувствую Возьми джостик Где он? Ты потерялся в пространстве Еще надо будет на вопрос сейчас отвечать Может, с тобой здесь поболтать пришли Давай, Данил, с тебя вопрос вперед Давай, с меня вопрос Давай Мама и папа оценили творчество, им понравилось вначале Да Сейчас вообще новый альбом вышел Да И он не похож на все остальные треки, которые ты записывал Он очень агрессивный Ну, не совсем он агрессивный Он агрессивный, Михаил Нет, он не агрессивный Но, на мой взгляд, он агрессивный Влево Влево В твоем случае в другую сторону Да Он очень любовный, этот альбом Он пропитан эмоциями, которые я испытывал в течение пандемии И вообще чуть-чуть до нее Я выступал в всяких клубах в Москве, гулял, тусовался И вообще Но это чувствуется Такое настроение, знаешь, мне хотелось выйти на сцену и сказать Эй, эй, вы все Слушайте мой рэп, пожалуйста Немножко моего рэпа Давайте послушаем А я кого выбрал себе? Я не знаю Я не понимаю Ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой Как отнеслись родители к вашему творчеству после нового альбома? В ноябре он вышел, да? И так Альбом вышел у меня 19 ноября И там очень много экспрессивности Вот я об этом Там есть мат Там есть И как бы Мама сказала, Миш, давай так не делать больше Я сказал, мама, посмотрим Давай, 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 давай Да На С правой Это было сильно, Миш Это было сильно Я поймал тебя Можешь перевернуться? Второе задание Я прошу Юлечку вынести второе задание Юля, останься со мной, пожалуйста После, после Ты можешь это спросить у нее после Назольевая обезьяна Читай, что это такое Обезьяна мешает играть и долбит в тарелке Прямо по духам проигравшего целый раунд Что? Вот О май гад Ты что, ты реально Ты реально Ты реально Пожалуйста Вот здесь Я привел человека в костюме обезьяны сюда Пожалуйста Чтоб она фигачила вот здесь По твоему уху Аааа Занюк, ты с ума сошел, что ли? Выбирай бойца Мы, собственно, можем уже начинать Не, подожди, стой Стой Подожди, пожалуйста Нет Давайте я выберу бойца сначала Давай Мы выберем бойца А ты спроси у меня что-нибудь интересное Ну давай, без проблем Сколько времени у тебя уходит на написание трека? Ооо Случит это все хорошо Короче, как Я пишу в душе в основном В душе? Я забираюсь голый Да, в душе Начинаю мыться И начинаю придумывать строчки Учеными доказано Что вдохновение приходит в душе Отвечаю Вот ты когда в следующий раз Будешь думать Куда Мишу позвать Во что с ним поиграть В душе, пожалуйста, это реши Я Охренеть! Так Я даже Я даже Я даже не ударил Да! Еееее Миш, прости Юлия, пожалуйста Что? Чтобы вы понимали Задания идут по нарастающей От самого простого К самому ужасному Итак Задание называется Коктейль Ёршик Ёршик? На столе стоит три стакана В одном из этих стаканов Вода туалетного Ёршика Ты должен выбрать Бро, я не буду это пить Ты что, с ума зашел? Я не буду пить воду твоего Ёршика Это задание Смотри Есть три стакана Братан, я не буду это делать Есть Игра как в наперстке Смотрите Мы мешаем стаканы Какая разница, что ты их мешаешь Мы не знаем, что там В этих всех трех Подожди Нет Открывать не стоит Ну понюхай Ну понюхай Я предлагаю отпустить Чику Чтобы она Давай Спасибо тебе большое Давай вместо вот этого Мы можем сделать еще раз Чик Нет Еще раз Чики не будет Не будешь? Нет, я не хочу Ну ты прикинь Вот смотри Давай представь Ты представь Я сейчас выпиваю Я сейчас выпиваю И ты такой Да Это была вода из туалетного Ёршика Миш, за тебя Ты реально думаешь, что я настолько дурак, что я своему друга напою туалет водой из Ёршика? Данил, я не знаю, но это вообще жесть Это жесть, друзья Я согласен Но здесь ее не было Погнали дальше Давай в что-нибудь еще можешь сыграем Во что, в другую игру? Ну давай В другую игру? Ты хочешь поменять игру? Ну да Я здесь не выиграю Я не умею в это играть В Mortal Kombat мы можем сыграть Если ты хочешь Ты чуть-чуть напрягся, да? Да, братан Расслабься Все хорошо Давай, давай Там не было воды из Ёршика Да, я это понял Я это понял Давай играть Все Давай Пока мы выбираем Расскажи, на кого ты ориентировался в начале творчества? Кого слушал? И за кем наблюдал? Следил? Возможно, что-то приобретал от этого человека? Что мотивировало, возможно? На написание Слушай, знаешь, как у меня было? События какие-то Нет, нет Как у меня это происходит? У меня появляются какие-то ощущения, которые я хочу выразить И я ищу максимально комфортный и приятный мне способ это сделать Для меня это выражение через песни Другие выражают свои слова, идеи, мысли через что-то другое Кто-то рисует, кто-то, я не знаю, танцует Кто-то строит дома Кто-то людей объединяет, организовывает У всех свой способ, у меня он такой Я никогда ни за кем особо сильно не следил У меня есть несколько музыкантов, которые я бы мог порекомендовать послушать Типа, я сейчас слушаю Ever The Eight Чувак, он русский, ну как, он из Бурятии, по-моему Вообще классный тип Еще кто? Еще парочку давай Алло и лов, Михаба Наш приятель Да, у него есть трек, сон Вообще офигенный Не знаю все, но за окном так светло Здесь очень резко все иное Интернет делает Такой типа, знаешь, у него флоу классный Вот, ежик ежов, крутой тип очень Да, крутой тип У него такой очень самобытный О нем, кстати, мало кто знает, друзья, послушайте Чуть-чуть русского народного Немножко, немножко такого Рэпчины, такой вообще крутой тип Я предлагаю выбрать персонажа Давай Джейка можете послушать Джейк, расскажи, кто такой Джейк Совсем скоро У меня выйдет EP С музыкантом из Манчестера, из Англии И вызову Джейк Там будет пять треков Да Выйдет, короче, в конце марта Там очень много душевных композиций Ау, ты нашел одну комбинацию, да? И ты не делаешь Спасибо, спасибо Отлично Что я, по-твоему, человек, который вообще не умеет играть, должен еще делать? Наконец-то я выиграл, хочешь где-то Юль, ну давай Супер Задание называется колл-центр Выигравший игрок выбирает любой номер из своих контактов И дает проигравшему телефон для звонка Задача проигравшего Продать себя ресторану или ивент-агентству Используя в речи следующие слова Здравствуйте, меня зовут Данил Я бы хотел, ну тут имя Я бы хотел предложить вам свои услуги на любой праздник Я профессиональный тюменский стриптизер Может быть, вы слышали В своей сфере я известен как Данил Слоник Можешь найти, например, в Дубльгисе любой ивент-агентство Кохлома, организация праздников Вот номер Здравствуйте Здравствуйте Меня зовут Данил Я бы хотел вам предложить А вас как зовут? Юлия Юлия, добрый день Значит, я хотел бы предложить вам свои услуги На любой праздник То есть юбилеи, корпоративы, дни рождения, девичники Я на всех этих мероприятиях могу работать Я профессиональный стриптизер Может быть, вы слышали Я известен как Данил Слоник Слышали что-нибудь, нет? Честно говоря, нет Мне сейчас не совсем удобно говорить Будет идеально просто Если вы просто отправите цены на услуги и фото Либо на Вайбер, либо на WhatsApp Куда вам будет забрать Ну, знаете, сейчас пандемия, не особо много заказов Поэтому у меня как бы ценник небольшой Это полторы тысячи от работы Вообще любое мероприятие Ага, ага, хорошо Супер, будем уметь А вы не слышали про меня ни разу? Я нет Ну, как-то вот сколько работаю, пока не сталкивалась с такими заявками У меня просто большие уши Вот поэтому я как бы Слоник И у меня длинный еще нос Хорошо, я буду иметь в виду А куда написать вам? Ну, вот на этот номер WhatsApp, Viber WhatsApp, Viber Хорошо Хорошо, без проблем Я скину расценки тогда Да, да, да Ну, если что, поработаем, да? Ну, безусловно, если будут заявки подходящие У вас много заказов на стрипизеров? Мы вот с вами почему-то не разу до этого не работали Ну, был один только Я работаю второй год в данном венд-агенстве При мне был только один заказ Он был в том году Ну, то есть, я как бы могу, как бы, торт Вот эта вот вся история Не знаю, подарок какой-то большой Я оттуда выскакиваю обычно На мне одни стринги и я вперед Будем иметь в виду Спасибо большое Да, вам спасибо Все, я напишу тогда Да, да До свидания Жесть, бро, жесть Жестко Ну, Юля достаточно Слушай, были заказы даже, смотри Юля достаточно Стюменское агентство пользуется услугами стрипизеров Да, она готова тебя взять, братан Ты себе нашел эту работу Парни, кто, короче, сидит без дела Вот, Данил за полторы секунды нашел вакансии Вот, все так, все просто Все просто Главное желание И работа уже в кармане Все, я предлагаю перейти дальше К следующему раунду К заключительному раунду Юлечка Да Телефон Телефон Да, он мне больше не понадобится А что, давай поменяем еще раз игру Ну, давай Я не против А как вообще, на твой взгляд, зашел альбом? Какие были эмоции? Что тебе писали люди? Что очень круто Очень понравилось Интересные Интересные рифмы Я вообще очень люблю рифмовать И как бы, мне кажется, это одна из главных особенностей моего музона Я вообще, я зачастую иногда бывает так, что я увлекаюсь рифмой И мне уже плевать на то, что происходит с самим треком в целом То есть, вот смотри, у меня есть трек Акела Да, я знаю И я стараюсь не использовать односложную рифму сюда в конце Мне нравится, когда сама линия, сама строчка, она рифмуется прям полностью И ты как скелет можешь ее перестраивать То есть, у меня есть там текст Вот такой, например Вот смотри Видишь? Среди этих драконов я тут То есть, здесь окончание глагола плюс слово Плюс начало следующего слова составляет одну общую рифму с другой Я люблю, когда так Типа, знаешь, ты рифмуешь не просто слово в конце То есть, может быть, трек даже не ради смысла, а ради рифмы? Да нет, скорее не так Просто я говорю о том, что зачастую у меня рифма имеет очень большое значение У меня в основном эмоции в треках по всем Тебе пишут девочки, говорят Миш, ты такой классный Боже, я хочу быть с тобой Жизнь прожить с тобой Мне иногда пишут что-то типа похожее Но это из разряда угар, скорее, знаешь Я не воспонимаю это всерьез Мне нравится, когда ребята пишут свою рефлексию от Музона И это круто Что это? Кто выиграл? Это ты выиграл Я выиграл? Да Да? Да Серьезно? Ну да Братан, я пить опять воду не буду из Ёршика Нет, пить воду не нужно Там что-то очень удивительное, интересное То, что мы сейчас увидим Давай 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 Твою мать Итак, задание Новая жизнь Проигравший должен состричь все волосы на своей голове Миш, ты не один раз мне говорил, что ты готов это сделать Да, Аня, ты что с ума сошел? Просто так это бы не возникло из ниоткуда Ты вообще что? Более того, я был готов пойти на это даже сам Братан, я не буду с этим Да давай Ну тихонечко Салон депиляции под названием Playboy Данила Патлина приглашает Приглашает участников будущих шоу Слушай, это круто вообще Ну волос у тебя конечно немало Некоторых на голове столько нету Раз Аккуратно, аккуратно Аккуратно, я не порежу тебя Там вообще насадка выстроена Так, чтобы я тебя не порезал Ну тихо, не надо так, это больновато немножко Больновато? Да А что? Нежнее делай Нежнее, Данил Вот здесь подожди, вот здесь Вот здесь Все Твоя нога полностью без волос И на этом предлагаю заканчивать, друзья Это был первый выпуск нового сезона Playboy Это был Миша, Заяц 4-1 я победил На этом все До скорого